Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о поклонниках Димаша Кудайбергена, которые взбунтовались после того, как российско-американская художница, поэтесса, музыкант и пианистка Татьяна Плаксина высказалась критично в адрес их кумира. Ссылку на видео о том, что конкретно и при каких обстоятельствах Татьяна Плаксина сказала о Димаше, я помещу под этим видео. Там же вы прочтете и гневные комментарии от поклонников артиста. Сразу скажу, что я не ожидал такого потока негатива от ценителей прекрасного, от ценителей творчества Димаша, но факт остается фактом и в этом видео я пройдусь по некоторым комментариям, постараюсь объяснить кое-какие моменты, которые, видимо, не совсем были правильно донесены в прошлом видео. Ну, прежде всего, тот вопрос, который фанаты Димаша задавали больше всего, это кто же такая эта Татьяна Плаксина? Кто она вообще сама такая? Мы о ней ни разу не слышали. Пришлось зайти в гугл, чтобы вообще понять, кто она такая. Но я понимаю, что это риторический вопрос, эмоционально окрашенный вопрос, потому как в наши дни, наверное, нужно жить на Луне или, может быть, в тюремной камере или вообще в каком-то отдаленном местечке планеты, чтобы не слышать о том, кто такая Татьяна Плаксина. Естественно, я не буду излагать тут биографию Татьяны Плаксиной, но если и можно что-то сказать в двух словах от себя, образно, то я бы заметил, что Татьяна Плаксина это своего рода современная Лилия Брик, бестия с карими глазами, которая может пленить любого за несколько минут. Именно так говорили о Лилии Брик, любовнице Маяковского. И если какой-то режиссер захочет снимать очередное кино о Лилии Брик или о жизни Маяковского, то он непременно, он или она непременно должны взять на эту роль Татьяну Плаксину. Она действительно пользуется огромной популярностью на своем канале и в любви ей признаются и мальчики, и девочки, и женщины всех поколений. То есть ровно как и Лилия Брик, она любого может свести с ума. Но речь сейчас не об этом. Давайте о Димаше. А точнее, почему так сильно всполошились и разбушевались фанаты Димаша, ведь ничего такого ужасного в адрес их кумира не было сказано. Один из моментов, который Татьяна Плаксина совершенно справедливо подвергла критике, это тот факт, что Димаш недобросовестно подходит к разучиванию текстов песен, особенно что касается репертуара на английском языке. Так, исполняя мировой хит на иностранном языке, в частности на английском, Димаш выкидывает половину слов из песни, или по крайней мере поет их так, что невозможно разобрать, о чем идет речь, компенсируя это высокими нотами. Но ведь исполнение песни не сводится к тому, чтобы продемонстрировать, как хорошо певец может взять ту или иную высокую или низкую ноту. В песне есть текст и есть музыка. Китайской аудитории, конечно, это, скорее всего, все равно, но поскольку английский является родным языком Татьяны Плаксиной, кроме того, она сама пишет поэзию, то ее это покоробило, и она высказала свое негативное мнение в адрес выступлений Димаша. Что же касается творчества и конкретно репертуара Димаша, то это, конечно, тоже плачевно оставляет желать лучшего. В этом смысле я лично согласен с теми комментаторами, которые уже устали от бесконечных перепевов хитов других исполнителей, в отличие от той же Татьяны Плаксиной, которая пишет свои картины, свою музыку, свою поэзию, свои песни и так далее. Да и вообще сам факт того, что Димаш ввязался в эту, можно сказать, мафиозно-криминальную структуру под названием российский шоу-бизнес не делает ему чести, и в этом, наверное, самое большое отличие между Димашем и Татьяной Плаксиной. У Татьяны Плаксиной есть такая роскошь, как свобода. Она может послать всех подальше, уехать, творить, писать и наслаждаться жизнью. Тогда как, если Димаш только попробует заикнуться или пискнуть, неважно, взяв какую ноту, что он хочет выйти из этой структуры, то даже страшно представить, что с ним будет. Но давайте не будем о грустном. Жизнь пока еще продолжается. В довершении я хочу лишь сказать пару слов тем комментаторам, которые под моим прошлым видео обвиняли меня в том, что я занимаюсь пропагандой употребления наркотических средств лишь потому, что я поддерживаю высказывания Татьяны Плаксиной. Это, конечно, очень свойственно всем нашим бывшим соотечественникам, выходцам с территории бывшего Советского Союза, которые во всем видят пропаганду чего-то и оскорбление чувств кого-то, и обязательно на кого-то нужно пожаловаться. Вместо того, чтобы относиться критически прежде всего к себе, но я сейчас даже не буду говорить о том, что то, что употребляет Татьяна Плаксина в ее штате, в штате Калифорния, выписывается по рецепту после травм, для того, чтобы человек мог расслабиться, выспаться. Но не в этом суть. Вопли и крики со стороны поклонников Димаша раздавались по тому поводу, что, мол, как же быть, вдруг наши дети сейчас сидят, смотрят в своей комнате эти видео, и там упомянули тот факт, что Татьяна Плаксина покуривает травку. Ну, я вам скажу так, что если вы не знаете, чем занимаются ваши малолетние дети, сидя у себя в комнате, что они там смотрят на компьютере, то это, скорее всего, не делает вам, конкретно вам чести, как родителям, и, возможно, лучше бы было оставаться child-free. То есть, прежде чем обвинять всех вокруг, только не себя, прежде чем бежать куда-то жаловаться, сваливать свои проблемы со здоровой головы на больную, займитесь собой, посмотритесь на себя со стороны. У Тани все прекрасно, она никого не трогает, она проживает свою жизнь, чего и вам желает. На этом все, всего доброго, до скорых встреч, пока!